привет youtube с вами ledas сегодня мы посмотрим как соцсети нас уничтожают на учбок в этом выпуске предполагаем варианты уничтожения человечества через фильтры инстаграма рассказываем каким боком ко всему этому относится реальная дружба и как количество подписчиков убивает у нас все человеческое enjoy замечательное описание поехали так сейчас я на весь экран и раздела а то чё это я на весь экран не делаю есть такая штука как парадокс дружбы если коротко то он заключается в том что у тебя меньше друзей чем среднее число друзей у твоих друзей и так у каждого например у тебя есть 10 друзей но сто процентов что у одного из них друзей будет не 10 друзей вы серьезно каких нафиг 10 друзей и 10 а 100 максимум не знаю у меня вот прям реально друзей чтоб не спиздеть было двое прям реально друзей которые вот можно них было положиться это с годами все меньше и меньше становится поэтому говорить что 10 друзей но это скорее знакомые не друзья ну принципе можете написать мне кажется именно вот друзей их на настоящих их очень мало в жизни вот и среднее число увеличилось явление впервые описал еще в 1991 году социолог из государственного университета нью-йорка скотт фельд тогда он изучал социальные сети в целом но у человека всегда меньше друзей чем среднем у его дроне интернетные но на них парадокс тоже работает это в 2012 году подтвердили исследователи из корнеллского университета они проанализировали 721 миллион профилей на фейсбуке в социальных сетях парадокс дружбы работает с количеством подписчиков лайками комментариями и это кстати ну вообще да если человек помешан на лайках то это это очень плохо то есть если он начинает бичеваться из-за каких-то лайков быть типа серьезно кстати поставьте лайк всем подобным это часто при поставьте лайки начали будет депрессия по мне не скажет да и водит к тому что многие пользователи обобщая чувствуют себя менее популярными чем их друзья и менее счастливыми показатель счастья в социальных сетях попытались посчитать математики из университетов нью-йорка индианы и вагингена проведя аналогию с парадоксом дружбы так вот они предположили что существует то же самое счастьем то есть большинство членов группы им должны чувствовать себя менее счастливыми чем среднем их друзья в исследовании сами того не зная приняли участие более 100 тысяч пользователей twitter для которых выстроили граф дружбы друзьями считали тех кто подписан друг на друга тех у кого было менее 15 подписок не учитывали для чистоты эксперимента у каждого участника были четыре параметра количество друзей среднее число друзей у его друзей уровень счастья и средний уровень счастья среди подписок для того чтобы определить счастливость участникам исследователи брали последние три тысячи твитов и проводили их семантический анализ она могла принять любое значение между 1 и минус 1 в итоге ученые выделили счастливую и несчастливую группы парадокса счастья не было в первой там только 58 процентов были более несчастны чем их друзья а вот в несчастливой группе таких было две трети ученые сделали вывод что парадокс счастья в обеих группах слабо коррелируют силой парадокса дружбы даже для сильной группы величина коэффициента корреляции пирсона составляет ноль целых сто двадцать шесть тысячных что очень мало исследователи предположили что скорее всего на уровень счастья влияют более сложный комплекс факторов например ничего не понятно но очень интересно заразительность настроений или сочувствие короче не все так просто как могло показаться на первый взгляд есть кое-что попроще социальные сети понижают самооценку и приводят к депрессии у подростков здесь корреляция просто ну кстати да смотрите в чем вообще проблема социальных сетей как я считаю из-за социальных сетей то есть люди привыкли туда вылаживать только позитивные какие-то моменты из жизни ну за исключением бывает какое-то горе выложить но согласитесь по сравнению с там не знаю с ресторанами какими-то яхтами там в дубаях каких-то крутых тачек ну согласитесь это очень низкий процент по сравнению с вылаживанием вот таких вот фотографий когда ты смотришь на более успешных людей чем ты соответственно у тебя подсознательно начинает понижаться самооценка и это как бы ну с этим я согласен остая и и увидели ученые из монреальского университета и медицинского центра сэн-жустин канада в 2015 году в исследовании которое длилось несколько лет участвовали около 4000 подростков в возрасте от 12 до 16 лет тинейджеры постоянно сообщили ученым сколько времени они провели в соцсетях и за просмотром телека я в тиктоте провожу ноль часов я горжусь этим короче держали их в курсе как сейчас подумаю что я хочу тикток да кстати на своего расписания о своем настроении писали в дневничок когда исследователи переработали всю эту информацию они увидели прямую связь между ростом потребления контента в соцсетях и развитием симптомов депрессии как говорят ученые фигня скорее всего в том что мы сравниваем себя с образом наших более благополучных сверстников просто люди постарше реагируют на это спокойнее а вот подросткам такое как ножом по сердцу вот они лишенные физических недостатков и ведущие захватывающий образ жизни и это становится триггером сегодня встала в 6 утра и совершила пробежку жизнь прекрасна делайте то что любите но я согласен делайте то что любите иначе придется делать то что вы не любите и причем это касается и будущего поэтому если у вас даже есть какой-то хобби если вы им будете заниматься на протяжении длительного времени то это даст свои плоды опять же если вы не будете никогда останавливаться перед целью своей вот для депрессии причем как считают ученые алгоритмы подсовывает пользователям больше такого контента тем самым поддерживая депрессивные состояния исследование 2017 года которое провели ученые из государственных университетов флориды и сан-диего показала то же самое в нем приняли участие более полумиллиона учащихся 8 12 классов главным выводом исследования стало то что за период с 2010 по 15 год к ли это прям как раз когда я учился в школе качество диагностированных депрессий увеличилась на 33 процента такой рост связывают именно с бурным развитием социальных сетей например инстаграма в недавно вышедшим фильме нетфликса социальная дилемма те кто создавали интерфейсы и алгоритмы социальных сетей говорят что изначально все задумывалось иначе например автор знаменитой кнопки лайк на фейсбуке понятия не имел что в итоге от количества нажатий будет зависеть чья-то эмоциональная стабильность посмотрите там вообще очень много интересных вещей рассказывается который поставь лайк поставь лайк и подпишись если хочешь быть счастливым и если хочешь чтобы в твоей жизни было только так как ты хочешь и ты не делал то чего ты не хочешь сказал просто офигенную цитату которые вы даже представить себе не могли социальные сети это уже наша реальность со своими плюсами и минусами откатиться до состояния без контактика фейсбука и тиктока мы уже не можем можем я могу блин вот напишите если кто-то досмотрел этого момента я хочу сделать эксперимент неделю без соцсетей в принципе я думаю это вполне будет easy как мне кажется не знаю просто я могу взять засесть за какой-то сериал и все имени надо не с ней в соцсети ничего вообще не надо будет просто ничего целую неделю вот ту же самую стулу типа мне вообще пофиг будет но мы можем это контролировать поставьте лайк этому видео и сходите подышитесь поставьте лайк этому видео и сходите подышите побегайте на пробежке вы гуляете собаку кошку не знаю кто там у вас черепаху хомяка вы бежим воздухом отдохните от экрана за отдохните от экрана чё ты смотришь и иди иди все иди на улицу что ты что ты смотришь на мне иди на улицу имитесь чем-нибудь внезапно оффлайновым вам это пойдет на пользу всем наука все это услышал пилом пошел на улицу ты все еще смотришь видос я не слышишь я говорю иди на улицу ладно ребят будем заканчивать и если вам зашел такой формат где мы смотрим научные видосы и хотите таких видосов побольше то с вас подписан и лайкос а с вами был как всегда алидас всем удачки всем пока